Спасибо большое за предоставленную возможность выступать и сразу хочу обратиться к вам со словами благодарности, особенно к Северо-Западу, к Тольятти, к Самаре, к людям, которые так хорошо организовали и так тепло встречали кандидатов-президенты. Я такого тепла и радушия давно не встречал в нашей стране. Спасибо большое. Мы должны только президенту и лидерам крупнейших политических партий, то есть в наблюдательном совете должны войти вот эти люди. И только таким образом мы сможем поставить во главу угла борьбу с коррупцией. Второе, вы должны понимать, что чиновники как дети, а дети это такие люди, которые, сколько ты им не говори, как себя вести, будут они себя вести, как ты себя ведешь. И борьбу с коррупцией нужно начать с президента. И если ваши друзья начинают быть самыми богатыми друзьями в этой стране, то вы никогда не добьетесь того, что люди поймут, что вы начинаете бороться с коррупцией. И поэтому вот эта клановость, эта возможность, если ты какой-то родственник или друг президента, то получать огромные барыши и государственные заказы должно быть прекращено. Тогда все точно поймут, что президент настроен на борьбу с коррупцией. Я абсолютно убежден в том, что нужно сделать, что сказал Геннадий Андреевич. Нужно срочно ратифицировать 20-ю статью соглашения о борьбе с коррупцией, которую предлагает ООН. И вот именно в этом есть основная, скажем так, полномочия сотрудничества с западными странами, борьба с коррупцией. И Геннадий Андреевич тут очень ярко рассказал о борьбе китайских коммунистов с этим злом. Вот эти методы надо применять. Мы точно знаем, что в таких коррумпированных странах, как Сингапур, даже некоторые российские, то есть советские бывшие республики, удалось побороть коррупцию, если есть политическая воля. И такая воля есть у нашей партии и у кандидата президента, которого вы выдвинули. Нужно только нам получить большинство при выборах. Причем вы должны понимать, что мы на самом деле боремся не с какой-то политической силой, другой, которая нам противодействует, а именно с коррупционерами. Потому что коррупция стала основой нашего государства. Несколько лет назад, а мне пришел один человек, который сказал, слушай, 5 миллионов долларов и ты станешь членом общественной палаты Российской Федерации. Через несколько месяцев я его выделил как члена. И у меня был выбор, либо построить детский сад, либо стать членом общественной палаты. Я выбрал детский сад. И я думаю, что никаких плохих бизнесменов, которые коррумпируют хороших чиновников, у нас не существует. Весь бизнес поставлен в ситуацию, где, если ты хочешь, чтобы развивался твой бизнес, ты должен либо быть родственником или другом какого-то чиновника, либо платить сумасшедшие взятки. Причем один из наших теперешних оппонентов, известный журналист, как-то в передаче в прямом эфире сказал, ну вы же тоже платите взятки. Он даже представить себе не может, что можно заниматься бизнесом в России и не платить. И это надо срочно менять, потому что бизнесмены не будут развиваться в этой кислотной среде. Когда жены губернаторов, когда родственники крупных чиновников или там люди, которые близки к власти, начинают обогащаться только потому, что они имеют родственные связи, это не будет упустимо. Это отсутствие справедливости. Как помните, наш главный лозунг – это справедливость, родина, народ. Поэтому борьба с коррупцией – это основное, то, что мы в своей программе выдвигаем. Мы, может быть, не пишем, это как писать, знаете, что должен быть чистый воздух. Писать это в программе не нужно, но я вам гарантирую, что если мы придем к власти, борьбе с коррупцией будет дано первое место, и мы победим. Спасибо. Спасибо.